Почему вино красное? Ну я вообще был не готов. Это очень сложно на самом деле. Всем добрый день, с вами Айден, вы смотрите новый выпуск. И сегодня у нас снова состязание с моими подписчиками. Если вы хотите тоже участвовать в моих этих рубриках, обязательно пишите об этом в комментариях. Я езжу по разным городам, и сегодня он приехал в город к своим двум подписчикам. Задача каждого из них будет в течение пяти минут собрать в свою корзину как можно больше товаров с красным цветом. Ну и, конечно же, нельзя взять два одинаковых товара, одинаковые марки. Кто за пять минут соберет больше этих товаров, получает сегодняшний приз, о котором вы узнаете в конце. Ну а пока давайте знакомиться с нашими участниками и начинать выпуск. Поставьте лайк, видео будет без рекламы абсолютно. Подпишитесь на мой инстаграм. Развлекайтесь в парадные стороны, ваша. Подпишитесь на мой инстаграм. Ладно, начнем. Успею хотя бы взять. Так. Пертон. Где-то максимально красный. Ужал какой-то спосморт. Ай, нет. Блин. Кока-кола. А, это еще там родной марки. Черная. Вроде красная. Ведь ручь на самом деле сложно. Возьму чудаковую. Фруктиц. Надеюсь, что поможет славить. Белая блоковка. Я хорошо иду. А, блин. А, блин. Это было смешно. Это красная. Не знаю, что это. А-а-а. Это минус не красная. Почему вино красное? О-а-а. Кубарса улетела. Мало красных. Очень красный был. Нормально, но я вообще был не готов. Это очень сложно на самом деле. Словно трудно себя искать, потому что в некоторых местах просто нет красных товаров. Мне кажется, что больше, чем у него. Я надеюсь, что мой соперник собирает намного меньше. И я победу. Выиграю. Я выиграю. Ну, разберемся сначала с Денисом. Посчитаем количество красных товаров в его закупке. Сумма твоей закупки 1300 рублей. Натуральный фруктовый сок. Первый товар считается. Вкус Барбарис. Тоже считается абсолютно красный. Третий товар. Вафли Капричио. Отборные ингредиенты. Сзади больше красного. Ну, да, считается. Четвертый товар. Пятый товар. Конфетный набор красного цвета. Непонятно, что это. Напишите в комментариях. Ну, это, видимо, какой-то сок. Все прям в шесть. Хрустящие заварочки, или как их называют, считается за седьмой товар. Юбилейное традиционное печенье считается за восьмой товар. Еще один снэк, еще одно печенье. Ух, у тебя печенье будет в куче. Девятый товар. Обожаю такие штучки с Кока-Колой. Считается, какой же, десятый товар. Чудо. Одиннадцатый. Чудо мы запиваем дихлофосом. Двенадцатый товар. Ну, конечно, здесь превалирует цвет капусты, но это просто прозрачность. В принципе, мы считаем, что сама упаковка красного цвета. Тринадцатый товар. Печенье и изюминка. Вот здесь у меня, на самом деле, спорный момент. Не превалирует красный цвет. И это остается мне, наверное. Дорогой сыр. Люблю такой, на самом деле, сливочный. Очень вкусный сыр. И самое главное, что он очень красный. Четырнадцатый товар. И красная баночка колы. Пятнадцать товаров красный. Это не красная. Я сразу скажу, я не успевал за тобой бегать, потому что ты очень быстро это делал. Я еще с камеры пытался догнать тебя. Это было очень сложно, поэтому съемка была плохая. Простите, мне, любимые зрители. Ну и по сумме закупки у тебя получилось четыре, по-моему, с половы. Четыре с половиной тысячи рублей. О, вот это вот просто супердорогая штука. Я даже не знаю, что это. Это средство для мытья посуды. У тебя посудомоечная машина есть? Ну, наверное, можно просто посуду эти мыть. Не знаю, в чем тебе будет полезно. Это в быту? Для своей дочурки, видимо. Да? Она розового цвета. То есть розовый, это же не красный. Правильно мысль? Кстати, мне идет, ребята, напишите в комментариях. Джемпер пока что уходит сюда. Песочное печенье в банке. Второй товар. Печенье ассорти. Третий товар. Космо. Это что у нас такое? Четвертый товар. Кисель клубничный. Пятый товар. Томатная паста. Шестой товар. Сахар. Седьмой товар. Томатный сок. Восьмой товар. Сок любимый. Марки разные, все можно. Девятый товар. Можем ли мы по правилам нашего проекта? Нельзя же так делать, да? Ну я, как автор шоу, считаю, что одинаковые марки мы и договорились с ним брать. Я взял два любимых, поэтому это не считается. Десятый товар. Аромат ванили. Это что-то мужское, уже пошло. И чудо-творожок. Одиннадцатый товар. Мусс. Двенадцатый. Ну он превалирует красный цвет. Окей. Тринадцатый товар. Такой не было. Еще четырнадцатый товар. Чудо-йогурт. Да, другое отличается. Пятнадцатый товар. Ну и, собственно, поздравляю тебя уже с победой. Шестнадцатый барбарис. Семнадцатый барбарис. Но другой марки, других размеров. Нормально. Это не подходит, абсолютно не подходит. Тут оранжевый цвет, красный. Вот здесь совсем чуть-чуть. Томатная паста. Суши, имбирь маринованный. Я уже не буду, ребята, читать. Давайте по-быстрому уже закончим. Молоко. Здесь белый превалирует цвет. Невея здесь тоже красного нет. Вообще нормально. Но он не красный. Я возьму это себе. Доширак. Новая марка. Красного цвета. Чудо, два слоя творожок. Мы это не считаем. Потому что, опять же, вкусы разные. Но, по сути, это идентичный продукт. Просто с другими примесями. И вот такие вот замечательные две штучки-дрючки. Овер дофига всего красного. Понятно, что у нас есть победитель сегодняшней рубрики. С победой тебя, Оперо. Спасибо. Вообще думал, что проиграю сначала. Потом уже... Что выиграю? Что ты сделаешь со всей этой кучей товаров? Не знаю. Но домой точно не могу забрать. Потому что ехать далеко. Эти вещи входят в благотворительный фонд. Ну и, соответственно, вот Денис, наверное, себе это забираешь. Да, все. Ладно, пойдемте на вручение призов. Сегодня ты от нашей кинокомпании iDen получаешь подарок. Вот такие вот суперские, джибелевские беспроводные наушники марки JBL. К праздникам у тебя. Чем больше ваших лайков, активностей, подписок и всего остального в комментариях, тем чаще будут выходить видео и тем больше денег мы можем тратить на закупки. Я с вами прощаюсь. Возьми, пожалуйста, пакет, в них будешь носить свои наушники. Удачи. Али Ведерч, расходись. Субтитры сделал DimaTorzok